Помимо того, что Гидар Джамаль был мыслителем, лидером политическим, он еще и был утонченным поэтом. Что такое поэзия? Свою поэзию он определял следующим образом. Он говорил, что моя поэтическая деятельность – это контрапункт к моей основной метафизической, методологической работе. То есть это некий довесок, который придает воздушность и легкость вот этим сложным конструктам. Ну просто, например, Гёте или Гегель, Гёте, тоже у него были серьезные мысли, но он был и поэт. Потому что в определенный момент пучок концентрации вашей мысли начинает сужаться, как космический карлик и взрывается. Но он взрывается не в виде стройных тезисов таких, а в виде чистой легкой поэтической мысли. Поэтому поэзия, на мой взгляд, она дополняет и придает новое измерение. Вот, например, вы можете в пяти томах объяснять какую-то мысль. А можете тремя четверостишиями все раскрыть. Берет человек стихи. Почему человек любит стихи? Ну, нормальный человек. Потому что он говорит, вот здесь вот зашита правда. Я понимаю, да? Мне не надо читать ни ваших там Шейлингов, там Амархаямов. Вот я понимаю вот это все. Поэтому Гейдар Джумаль, он тоже занимался поэтическим наследием. Прекрасно знал поэзию и Востока, и Европы. И есть у меня одна из его любимых стихотворений, Которую я знаю, конечно, наизусть. Звучит следующим образом. Я ненавижу жизни ликования, Еще ужасней смерти черный лик, В каком бреду, как смерть на наковальне, Земное время мне сковал старик. Я вырву с мясом гвозди, что распяли, Меня на этом солнечном лугу. Достанет сил дракону, уж не я ли? Свой гордый дух не раз сгибал в дугу. Слезятся звезды, и луна мигает, Они не знают настоящей зной. Не жаркий жар, который обжигает, А тот прозрачный, вычурно-резной. Пускай магический вокруг заледенеет, Животный трепет млеющей земли, И вместо трав кислотно зеленеет, Букетом в сердце брошенная пли. Я в этой глине больше спать не стану, Раскалом тлена разобью мороз, И над могилой обновленным станом Взойду в снегах, как колос, Как колосс. И белый ад от савана отступит, И я пройдусь по белому мосту, Ведь я из тех, чья плоть навеки тупит, Небесных кар стальную остроту. Я думаю, что вот это вот стихотворение, Оно сугубо исламское, да? Это идея о духе, об имане, О воле, о смерти, о саване И о мосте, Которую мы все, иншаллах, В судный день пройдем. Поэтому, как он сам говорил, Все мои стихотворения посвящены смерти. Смерть, как он сам опять-таки утверждал, Это знак Бога. Смерть – это то, что сидит в нас, Как отложенная встреча с Богом. И выражение этого в поэтической форме Но тоже стоит дорогого, да? Потому что большую часть поэтов пишут О любви, о красоте. Но об этом можно писать и другими словами. О любви к Богу. О красоте, о божественной мысли. И так далее. Поэтому, на мой взгляд, Поэзия, И, собственно говоря, Коран был не способен, Как в форме, да? Поэтического повествования. Да, то есть, просто тавсиры не передают То поэтическое звучание, На котором они были не способны. Потому что это совершенная форма. Вот поэзия где-то уступает совершенной формой мысли. Для кого-то, может, это не так, Но для меня это определенно таким образом. Поэтому я считаю, что Джемаль пытался Совершенствовать мысль Двумя путями. Через строгие вот эти вот Ну, методологические, Или очень хорошее слово, Философские вещи, да? И через поэзию. То есть, это вот Две встречные волны, Два вектора, Которые должны были встретиться И дать вот этот вот кумулятивный эффект. Продолжение следует...